Спасибо за предоставленную возможность выступления. Можно включить мой показ. Последнее время вопрос освоения Арктики и ее побережья стоит очень остро. Можно поставить первый слайд. Огромные территории и их природные богатства привлекают внимание многих стран, даже далеких от Арктики. В связи с этим возникает необходимость не только добычи полезных ископаемых, но и охраны территории. Развитие Арктики становится вопросом безопасности страны и ее суверенитета. Обустройство этой территории потребует заселение ее, строительство современных комфортных городов и поселков, строительство новых портов, промышленных предприятий и транспортных коммуникаций. Заслуженный архитектор России Академик Валерий Николаевич Ржевский многие годы занимался проектами быстровозводимых и мобильных живых комплексов. Еще в 80-е годы, будучи военным архитектором первого центрального военпроекта, ему было поручено обустройство поселков-ликвидаторов Чернобыльской трагедии. Тогда у страны не было такого жилья. К сожалению, сейчас, на примерах недавних наводнений и пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири, мы видим наличие этой проблемы. Сегодня, говоря об освоении Арктики, необходимо в корне поменять представление о строительстве в этом регионе. Нужны новые современные методы и материалы. По словам архитектора Ржевского, мы решим эту проблему, как только данный вид строительства перейдет в стадию автоматизированного промышленного производства. Полностью из заготовления жилых производственных блоков с помощью роботостроения 3D-принтеров позволит перевести строительную индустрию на новый технологический уровень. Система построения новых заполярных поселений должна быть привязана к местам добычи и переработке полезных ископаемых и природных ресурсов, а также должна обеспечить все необходимые потребности в работе Северного морского пути. Важным фактором является охрана наших границ и экономических зон. Академик Валерий Николаевич Ржевский предлагает строительство вдоль берегов Ледовитого океана пяти крупных городов с населением от 5 до 10 тысяч человек на расстоянии 600 по 700 километров друг от друга, между которыми разместятся малые поселения, рассчитанные от 500 до 1000 жителей, и военные полярные базы от 300 до 50 человек личного состава. Все эти поселения должны быть связаны единой транспортной системой, и тут же необходимо развивать новые виды транспорта – пневмо-транспорт, экранолеты, закрытые туннельные авто и железные дороги. Для обеспечения энергии необходимо строительство плавающих атомных электростанций, которые у нас есть и уже успешно работают. Конечно, возможны и другие чистые источники, можно дальше листать, типа ветряков. Однако нужно будет разрабатывать специальный арктический вариант. Арктические города подразумеваются как города с искусственным климатом. Это города под куполом. Можно следующий слайд. Конечно, новые переселенцы приедут в Арктику прежде всего работать, поэтому создание комфортных условий и экономических выгод при работе в тяжелом полярном климате – обязательное условие. Это можно пролистать условия. Необходимо строительство городов с полным циклом всех услуг. Прежде всего, комфортного жилья, детских учреждений, спортивных площадок, бассейнов, кафе, ресторанов, кинотеатров, зимних садов, музыкальных театров и так далее. Что касается жилья, то очевидно, примером может служить система размещения на круизных лайнерах, где относительно небольшие каюты, тщательно продуманной планировкой и инженерным обеспечением, изысканным дизайном интерьеров создадут жителям комфортные условия. Также будет решена и система питания. Наличие энергии плавающих атомных электростанций позволит иметь собственные производства продуктов питания, включая зелень, овощи, мясо и так далее. Это снизит зависимость от северных завозов. Конечно, в проекте предусмотрена и система удаления и переработки мусора. Еще одна идея – это создание в Запольяре системы спутников с зонтами-отражателями солнца, которые придумал Сергей Павлович Королев и которая должна была вступить в строй в 2000 году. Рано или поздно эта программа будет осуществлена, и полярники даже в полярную ночь будут просыпаться по солнышку. Это очень важный психотерапевтический фактор на севере. Данными проектами академик Ржевский поделился знаменитым полярником, дважды героем Советского Союза и России Антуром Николаевичем Челенгаровым. Челенгаров поддержал идею Ржевского и прогласил Валерия Николаевича со своим проектом Международный арктический форум в Архангельске в 2011 году. Можно следующий? Дальше. Еще дальше. Ну, это военные поселения, как они формируются из блоков. Можно дальше. Еще. Также проект крипто-тематического, можно дальше, города Умка. Следующий. Умка. Города с искусственным климатом в Ледовитом океане на острове Котельным был представлен форуму президенту Русского географического общества. Город Умка на пять тысяч жителей, в котором все предусмотрено, наверное, предусмотрено для полноценной жизни и работы в комфортных условиях. Конструктивно представляет собой каркасно-контейнерное сооружение. Вы знаете, это слайд пятый. Можно его поставить, вернуться. Все вплоть до мебели и оборудования выполнено на заводе и собрано на свайном поле в любой точке побережья. Доставка всех конструкций и модулей осуществляются по Северному морскому пути. Также группа архитекторов под руководством Академика Ржевского разработала целую линейку полярных баз разной вместимости и назначения для Министерства обороны и МЧС. Ну вот здесь вот все слайды листали, они как раз и есть, эти полярные базы. Хотя, конечно, эти базы и поселки могут использоваться и в гражданских целях, и для полярников, нефтяников и так далее. Проект имел большой успех как в нашей стране, так и за рубежом. И к нашей радости через два года действительно на острове Котельном в Ледовитом океане началось строительство. Правда, это был не Умка, а пока небольшая полярная база Министерства обороны. К сожалению, построена частная строительная компания. В результате мы имеем безликие сооружения, поставленные без предусмотренного генплана. Такие дорогостоящие и значимые проекты должны разрабатываться специальными проектными организациями. Это мнение Академика Ржевского. Другим большим проектом по освоению районов Севера является проект крупнейшего на севере морского порта Печенга. Это последние слайды. Это должен быть первый современный международный порт цепочки Северного морского пути вдоль берегов Ледовитого океана. Цель проекта является реализация комплексной инвестиционной программы Международный морской порт Печенга, стратегически значимого для России проекта по строительству незамерзающего морского пути с прилегающей инфраструктурой и предприятиями переработки сырья в формате государственного частного партнерства. Этот проект способствует в первую очередь социально-экономическому развитию всей Мюрмандской области и является плацдармом для освоения Арктики. Порт сможет принимать до 2000 больших судов в год. Семь основных морских терминалов – это переволока минеральных и строительных материалов, нефтепродукты, контейнеры, металлогрузы, зерновые грузы, генгрузы и так далее. Проектом также предусмотрено строительство нового города на 37 тысяч жителей. Архитектурный образ города – яркий разноцветный букет. Дома переменной этажности запроектированы с учетом рельефа сопок, что создает живописный характер застройки. Другим важным фактором является то, что многие центральные дороги перекрыты платформами и защищены от сурового климата в Заполярье. Новый город – это не только жилье, это, конечно, всежизненно важные общественные здания, полная шкала соцобъектов от детских садов до институтов, кафе, театров и так далее. В целом, проект Печенга – это уникальный проект, опережающий развитие целого региона России. Спасибо. Спасибо, Елена Александровна. Будут ли вопросы и комментарии по докладу? Так, не видно у нас вопросов ни в чате, ни у участников. Большое спасибо. Ну, маленький комментарий, я немножко там, может быть, сбивалась, но это мнение военного архитектора. У нас раньше был, ну, как бы в силе были военпроекты, и так как многие говорили, что сейчас битва за Арктику, мы этот фактор должны тоже учитывать. А у военных все должно быть, как говорится, бегом и быстро. Поэтому вот к замечательному докладу о колористическом решении хотелось еще добавить, что надо учитывать военную мысль о том, что конструкции должны быть сделаны быстро, прочно, сваи учитаны. Вот сейчас многие возведены, например, дома на сваях. А на чем же еще? Говорят, страшно, выходишь из дома, вот по телевизору показывают, медведь сидит. Я у архитектора спрашиваю, а как же быть? И сваи должны быть. Он говорит, ну, надо же было железом замотать, тогда никакого медведя не будет. Поэтому вот я думаю, что в нашей стране привлечение к арктическим проектов и военных архитекторов, это тоже очень важно. Так что извините, но я сама себя немножко дополнила. Спасибо. Спасибо. А вот по проекту Академика Рыжевского к Антарктике, Антарктика не занималась антарктическими разработками? Ну, нет, он не занимался. Знаете, вот он познакомился с Артуром Николаевичем Челлингаровым. Какие-то у них родились идеи, вот видели эту, значит, фотографию. Поэтому Валерий Николаевич как бы по его предложению, свои предложения, вот они такой предоставляли проект на форуме. Он разговаривал с президентом географического, вот видите, остров Котельный, он у нас и магический, когда остров Санниково был, и сейчас там построен значимый объект. Поэтому, если какая-то вопрос или идея, Валерий Николаевич, он доброжелательный человек, он может просто дарить, потому что, как человек такой, ну, военный из Акваски, он просто любит Россию и может поделиться идеями так, если будет предложение. Спасибо.